Всем привет! Это рубрика о моделировании на канале Red Army и я ее ведущий, Глюк. Как я уже говорил раньше, на нашем канале, помимо интервью с командами, будут еще и сравнительные обзоры снаряги. И сегодня у нас в гостях мой друг Томас, который занимается моделированием рейнджеров, и он нам поможет сравнить оригинал плейдкарьера Mbav от Eagle Industries и его рифлики от Fly Industries. Eagle Industries Plate Carrier, более известный как Mbav, появился в 2005 году как замена жилету MBSS. Сначала использовался без камербанда, но в дальнейшем начал использоваться вместе с ним. Основное отличие данного жилета от MBSS, во-первых, это кольца на плечах, перенос фастекса вперед и, естественно, карман для камербанда. После обкатки жилета в войсках он начал поступать на снабжение подразделений, подчиняющихся USACOM, таких как «Зеленые береты», «75-й полк рейнджеров», «Морсок». Кроме того, корпус московой пехоты США испытывал Mbav во время разработки СПЦ. И, в принципе, можно считать, что именно Mbav лег в основу СПЦ. Да, но все равно СПЦ предпочитает носить с генербэндом и защитой паха от МТВ. Морсок. Итак, сегодня у нас на обзоре два жилета. Это реплика производства Fly Industries и оригинал от Eagle Industries. Реплика размера S, выполненная из кордуры 1000DN, и оригинальный жилет размера SM, выполненный из кордуры 500DN. Оба жилета выполнены в цвете хаки. И оба они состоят из трех основных частей. Это передняя панель, спинная панель, которую можно носить вместе, и камербанк. Теперь давайте рассмотрим камербанк. Оригинал состоит из двух одинаковых половин, на которой нашиты три стропы моля по 8 ячеек каждая. Также есть велкро для фиксации на грудной панели и эластичная лента с механизмом регулировки обхвата. С внутренней стороны есть карман под бронепанелью. Но, к сожалению, в САПе пластины, по крайней мере, их реплики размера 8х6 дюймов, сюда не влезли. Поэтому нужно использовать пластины и с комплектом САП. Основное отличие реплики от оригинала, то что ячеек моля тут 9, а не 8. Кроме того, несколько иной механизм фиксации шнура. Но, по-моему, он более удобный. Внутри все те же самые карманы под пластином САПе. Теперь о передней панели. Ее можно условно разделить на две части. Верхнюю и нижнюю. Сверху расположены две стропы моля по 6 ячеек и одна стропа по 8. Снизу расположен клапан, под которым можно закрепить камербанд. И на котором три стропы по 6 ячеек, что идеально для крепления подсумков по 3 или 6 магазинов. А также сбоку расположены 8 ячеек моля, которые можно использовать в варианте без камербанда. На самом клапане также присутствует карман, который полностью прошит велка, в котором можно хранить документы, магазины или что-то еще. Что же насчет реплики, то основным отличием, которое подходит в глаза, является большая ширина фастексов. Кроме того, по бокам от вот этой вот панели у нас 5 всего ячеек моли, а не 8, как на оригинале. Плюс форма кромки более простая, чем у оригинального жилета. С внутренней стороны передней панели расположен сетчатый карман, который в оригинале используется под клаватационную панель. Но в трекболе они не нужны, поэтому можно использовать для хранения каких-то документов. А также клапан с ручкой, которая открывает доступ в подсеку для софт-армора и плитки. Теперь об отличиях. В отличии от оригинального жилета, снизу вырез под защиту сделан полностью. В то время как у оригинального жилета он подогнан под размеры сапикли. Теперь рассмотрим спинную панель. Ее также можно условно разделить на две части. Это верхнюю, где нашито 3 стропы по 6 ячеек моли. И нижнюю, где нашито также 3 стропы по 8 ячеек. И под которой прячется камербанк. Кроме этого, есть локационная петля, на которой нашита велкор для крепления наимитагов. И которая прошита по всей длине спины. И плечи, где есть механизм для фиксации жилета по высоте. И 3 эластичных петли для фиксации шланга гидратора, провода гарнитуры или что-то еще. Также есть стропа для регулировки обхвата жилета. В варианте без камербанда. И такая же эластичная петля для крепления торчащих петли. Что же про реплику. Единственное отличие, кроме того, что поясная стропа несколько шире. Соответственно, шире будут и фастексы. То, что у реплики ширина плеч составляет 72 мм. У оригинала 54 мм. Хорошо это или плохо, в общем-то решать вам. С обратной стороны спины и панели практически идентичны. Здесь находится сломан, который также закрывает отсек для фиксации софт-армора и плит. Итак, сегодня мы рассмотрели два почти одинаковых жилета. Реплику производства Play Industries и оригинальный мбаф производства игр Industries. Как мне кажется, реплика немногим наступает своему оригиналу. Из своих 115 долларов, эта цена на сайте шутеров с Combat Gear вполне себе стоит. Что касается оригинала, то это, естественно, качественная и фирменная вещь, которая за счет менее плотной кордуры гораздо легче и не такая дубовая. А на сайтах типа eBay ее на данный момент можно купить по цене около 300 долларов. И стоит ли оригинал таких денег решать, естественно, вам. Ну что ж, на сегодня все. Ставьте лайки, заходите в группу ВКонтакте, подписывайтесь на наш канал. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok